Как мы видим, температура в копчении на третьем датчике 114. Пришу старую комфорку отключить, перегревается, аж дым он идет из-под плиты. На первом уровне продукта у нас 28 градусов, на втором 38. В самой коптильне 114 на уровне продукта. А на механическом термометре у нас нету и 90. Следовательно, если мы будем догонять по механическому термометру до 105, 10, 25, то по факту у нас получится, что на уровне продукта у нас 150, 160, 170 может быть температура. На газовой плите вряд ли, конечно, до такой температуры ее можно догнать. Но для продукта это будет губительно. Если это будет рыба, ее разорвет, так же, как и курицу. То есть треснет, порвет и тому подобное. Вот, продолжаем копчение. Мы видим, что в коптильне температура 101 градус, перегревается плита на большой комфорте. В первом уровне у нас 68, во втором 75. То есть верхний уровень уже нам необходимо снимать, он готов. Прошло буквально 4-5 минут, с тех пор, как вытащили верхний уровень. Видим, что температура начала расти намного быстрее. Соответственно, чем больше продуктов в коптильне, тем дольше набирается рабочая температура, тем дольше он коптится. Ну, все логично. Останется 1 градус до готовности второго, вернее, первого уровня. Все-все достанем и покажем. На механическом термометре у нас 90 с копейками, хотя фактически 104 градуса. Это к тому, что коптить, как дымок пошел 40 минут, подержать. И прочим вот этим вот рассказом о том, что да я всю жизнь так коптил, ну, можно всю жизнь есть второе мясо. Начали мы копчение в 12.53, сейчас у нас 14.44. Это к вопросу о 40 минутах копчения. Вот что у нас получилось на выходе. Время мы можем видеть у нас 15.29. Такой вот продукт. Теперь необходимо, чтобы 2-3 часа он полежал, проветрился. Затем я его завакуумирую. И завтра можно будет кушать. Необходимо, чтобы продукт полежал для того, чтобы аромат копчения проник равномерно во все слои мяса. Сейчас он только лишь на поверхности. Продолжим после вакуумации. Всем привет! С момента вакуумации прошло 2 суток. Давайте посмотрим, осталось ли мясо сочное. Я уже вижу, что да. Аромат копчения полностью разожжет. Прошелся по продукту. Проник с верхней оболочки внутрь. Равномерный вкус. Все чудесно. В состоянии вакуума оно может храниться достаточно долго. Это видео было записано о процессе копчения свинины. Если оно понравится, можем закоптить рыбу, курицу.